Вначале о триумфе нашей фигуристки Евгении Медведевой на Олимпиаде в Южной Корее. С рекордом планеты она выиграла короткую программу командного турнира, обновив собственное мировое достижение. Что касается танцевальных дуэтов, в короткой программе наша Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев третья. С таким же результатом выступила и спортивная пара Наталья Забияка и Александр Эндерт. Борьба в командном турнире продолжается, и россияне говорят, болельщики поддерживают их как дома. Энергия трибун помогает нашим атлетам и в других видах спорта. Обо всем подробнее. Клим Санаткин. Ноктюр номер 20 Фредерика Шопена. Полет души человека. Ее чистота. В момент выступления Евгения Медведева и зрители будто замерли на трибунах, затаив дыхание. Сон, который длился меньше трех минут. Время проснуться, открыть глаза, почувствовать собственное дыхание. Его Медведева специально записывала для этой программы. Я не чувствовала дыхание трибун, я чувствовала дыхание льда. Командное соревнование для меня очень много значит, потому что я помню, как в 2014 году наши ребята выиграли Олимпиаду, и я видела их эмоции. И это некая ответственность, потому что за тобой стоит целая команда. Что сказал Тодберидзе тебе? Секрет. Я обнимаю. Мировой рекорд в короткой программе. Евгения Медведева побила собственный результат на командном чемпионате мира в Токио. Впрочем, это, по ее словам, не предел. Я знаю, что могу лучше. Куда лучше? Есть куда лучше. Начался фигурный день с танцев на льду. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Сегодня они стали третьими. Это их второе выступление в командном турнире. На Олимпиаде они не новички. В Сочи они стали чемпионами. У нас совершенно была другая команда в Сочи. Мы единственные из Димы выжившие, так скажем. Я шучу, конечно. И очень ответственно тем самым ребятам показывать, что надо не волноваться. Нужно бороться друг за друга, ради друг друга. Поддержка была в разных уголках всего стадиона. И чувствовалась такая акустика, такая поддержка живая. Видно было, что не только наши сидели, но и иностранцы сидели с флагом. Поддерживали, кричали. Здорово, супер вообще. Как будто дома, как будто упутался в одеяло и сидишь, кричишь, кричишь. Это здорово. Так болеть могут только наши зрители на трибунах с олимпийскими болельщиками из России. Борится что-то невероятное. Здесь потрясающая энергетика. Наших болельщиков тут же обступают журналисты. Репортер Вашингтон-Пост Элизабет Кларк удивилась, что зрители из России поддерживают всех. В том числе и фигуристов из США. Мы же показываем всему миру, что мы открыты миру. Также мы, собственно, поддерживаем непосредственно наших атлетов. Это естественно. Они видят это. Выступление на льду сегодня завершили Наталья Забияка и Александр Энберт. В командном турнире наши фигуристы сейчас на втором месте. Поддержка трибун обязательно поможет в будущих забегах, говорит шорт-рекист Семен Елистратов. Накануне он принес в сборной первую олимпийскую медаль Пхенчхана – бронза. Обычно он не дает интервью, пока не пройдут все соревнования в рамках олимпийских игр. Но для первого канала – эксклюзивная беседа на победном льду. Когда я вышел на финальный забег, и там были «go to the start», «ready» – все нагнулись, тишина. И там в задних рядах «селя, давай!» Я думаю, о, наше тут все нормально. Я не успеваю, у меня разрывается телефон. И, конечно, первое – это моя супруга, мои родители, теща, дядь. Тем временем в Пхенчхан прибывает все больше болельщиков. Некоторым, прежде чем оказаться на трибунах, приходится постоять в многокилометровых пробках. Спортсмены же либо на тренировках, либо только готовятся к ним. Сегодня перерывчик между конками. Это видео в ожидании вечерней тренировки наши лыжницы сделали специально для нас. Рассказали нам, как проводят отдых. Вот Наталья Непряева что-то пишет в дневнике. Юля Белорукова рядом учит корейский. Я разбираюсь с игрой, точнее, питаюсь. Но, к сожалению, я не понимаю по-корейски. Мы сейчас разберемся. Полуфинал обеспечили себе наши керлингисты в дабл-миксте. Несмотря на досадный проигрыш швейцарцам сегодня, от этой игры ничего не зависело. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обеспечили себе досрочный выход в финальную часть соревнований. Где уже завтра встретятся снова со швейцарцами. Журналисты тем временем называют Крушельницкого и Брызгалову одной из самых красивых семейных пар на этих играх. Как и дома, на льду тоже возникают споры. Шесть лет они вместе, из них половина на льду. Когда все только начиналось, Анастасия сомневалась, стоит ли совмещать спорт и семью. Я Настя сначала не хотела играть со мной, но как-то я ее переубедил. Я вот боялась того, что все-таки мы не просто партнеры, а встречаемся, что будут какие-то трудности. Но потом мне сказали, что сейчас начнем играть и все выиграем. Завтра в фигурном катании произвольная программа у мужчин и женщин. Уже известная вместо Евгении Медведевой на лед выйдет Алина Загитова, а также произвольная программа в танцах на льду. Трансляции для вас, наших зрителей в эфире Первого канала. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов, Юлия Заграниченова, Первый канал, Южная Корея. И сегодня на нашем канале самые интересные олимпийские соревнования. Старт трансляции из Южной Кореи в 13.20. Будем следить сразу за несколькими видами спорта. Поддержки ждут в том числе наши биатлонисты. Антон Бабиков и Матвей Елисеев выйдут на старт спринтерской гонки на 10 километров. После смотрите состязания женщин по фристайлу. В Могли за выход в финал борются сразу три россиянки. И еще больше олимпийских трансляций на сайте Первого канала 1tv.ru и в мобильном приложении. И там, и там доступны сразу восемь специальных каналов.